Просвещение и наука. Концепция эко-феста в этом году. Областной фестиваль, который организуется Министерством экологии и природы пользования. Мероприятие в первую очередь для детей. Все сделано так, чтобы им было интересно узнавать о том, что такое сохранение окружающего мира. Ура! Экология! Чаепитие, квест на десяти площадках, мастер-классы. Для нескольких сотен детей были придуманы десятки познавательно-развлекательных активностей. Популярная тема – сделать себе вручную кусок бумаги. Скажи, хочешь себе забрать эту бумажку потом? А что делать с ней будешь? Фамилию свою напишешь? Да, допустим, да. А что? И сестру как раз нарисую. По техе время, а делу час. На фестивале нашлось время и для вполне себе серьезного семинара, где представители Минэкологии, Росприроднадзора и муниципалитетов обсуждали актуальные вопросы применения экологического законодательства. Да, мы можем попробовать здесь сбоку, но здесь ее прям реально тяжело поднять. Но 400 килограмм, коллеги, я точно не смогу. Министр экологии показал журналистам, в каком направлении может двигаться современная индустрия производства малых архитектурных форм. Скамейка из переработанного сырья не требует для ремонта ни краски, ни молотка с гвоздями. Он ремонтопригоден. Если что-то написали, легко моется. Если вдруг поцарапали, приезжают коллеги, они утюжком это просто проходят и все. Самый наглядный пример переработки пластика – вот этот агрегат. При помощи мускульных усилий можно было измельчить пробки, а стружку спрессовать в оригинальные сувениры. Один из которых Тихон Фирсов подарил нашей телекомпании. Каждый может поучаствовать именно в переработке пластика, получить сувенир, получить вот такой маленький пластиковый брелочек. Я хочу отметить, что она уникальная, потому что они же не сочетаются в одинаково. Нету одной похожей на другую. У вас тоже есть, да? Они все разные и они очень красивые. Спасибо вам большое. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.